друзья добрый день рада приветствовать вас у себя в гостях здравствуйте привет заходите пожалуйста сегодня видео будет небольшое про мои недоделанные немного недоделанные процессы объявляю неделю завершения работ как вы знаете я сейчас ввязалась в одно очень интересное мероприятие очень рада что прошла и слова ввязалась это такое не очень самом деле подходящее я сейчас участвую в марафоне который называется me to knit это инста марафон и выдали сейчас первое задание озвучили это исландская шапка и вернее скандинавская шапка и шапка у меня уже готова к сожалению сегодня я вам не могу показать потому что прошла только первая половина из двух на вы из двух недель выделенных на задание но у меня еще осталась неделя я не хочу начинать ничего нового я хочу закончить те вещи вот вы сейчас их видите которые у меня скопились да я знаю что я по субботам и воскресеньям обещала вам выгружать видео провязание здесь будет и провязание и немножко вышивка потому что неделя будет посвящена так как бы доработки своих моих дел и это и вязание и вышивка давайте посмотрим чего и сколько мне осталось доделать начнем с вязания первое это вот этот вот радужный пловер для дочки такой вот радужный очень пирочек он у меня готов на 95 наверное процентов даже больше и так все полностью связано связаны оба рукава связана тело резиночка отделочка тут с краю отделка горловины под ключ значит что с рукавами рукава довязаны полностью на одном есть вот уже у меня планка вывязана это набранная планка с линии перегиба в виде зубчиков и здесь мне надо сделать еще пару технических рядов другой ниточкой и прикидывать и вывязать планочку на втором рукавчике все и объект будет сдан и вот вы знаете вот я как бы увлеклась вот этим марафоном не в марафоне так-то дело но просто я постоянно чем-то увлекаюсь и у меня вот вещи остаются чуть-чуть недоделанные а вот сейчас бы сама то ходить в этой кофточке ребенку поэтому это будет первое что у меня будет доделано обязала я регланом сверху вниз то есть вот так вот чик 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 рукавчики девочки вот это мне спрашивал как я буду вязать рукава буду ли я отрезать нить делать и сознательно короче чтобы полоски на рукаве совпадали с полосками с шириной полосок на основном основной детали я решила этого не делать потому что все-таки это расход пряжи я единственное что я подогнала попробовала делать так и в принципе у меня получилось чтобы полоски на рукавчиках они совпадали я не вижу никаких проблем если здесь уже здесь шире смотрится все гармонично в общем вот вот такая у меня вещица получается все это первый мой процесс на завершение на эту неделю все номер один дальше номер два номер два это вообще стародавний мой процесс здесь осталось мне сделать только планку все он полностью связан нужна планка дело в том что завершение этого процесса пришлось у меня на весенний и летний период у нас было жарища и мне не хотелось с ним возиться и в общем я отложила думаю придет осень я его сделаю тут еще не спройма надо поработать вот планочка будет либо наборная как в здесь вот только без зубчиков просто с перегибом либо это будет планка изнаночная попробую в принципе сейчас вот ему самое время планочка будет с прорезями для пуговок то есть петлями пуговички у меня тоже купленные все ничего больше не мешает мне завершить этот проект и это кандидат номер два здесь также надо мне будет делать рукавчики сейчас у меня все спицы свободные которые нужны не тут в этой работе он даже постиран у меня очень мягкий хороший приятно мне очень его на самом деле хочется уже доделать и поносить серебро такое благородное получилось замечательно вот номер 2 это проект 99 давайте я вам покажу его не просто так смотрите как он вот он длинный большой раз два три 4 5 6 7 8 9 9 полка на каждой полке нас по 11 бутылочек найти вот так вот шикарно по 11 бутылочек несколько осталось делать раз-два две бутылки в таком состоянии он лежит месяц две бутылочки вторую второй ряд у полочки вот эти вензель очки все мне очень стыдно перед подругой когда который я и вышивая работа получается прекрасная замечательная вот я сейчас сняла ее с срамы немножечко под утюжила чтобы в кадре было симпатично но сильно не стала стараться потому что все это еще пойдет стирку и смотрю сейчас и живу глазами и через камеру работа получается просто потрясающе надо доделать уже оформить есть мысли пар по оформлению и я вам обязательно все это расскажу покажу про схему как обещал но вопрос сейчас про завершение вот в общем надо все это закончить и уже чтобы надо мной это работа не тяготела тем более что но она уже просится в оформлении на стену и она должна радовать свою будущую хозяйку но про эту работу чуть позже пока на сегодня все вот такая вот неделя меня ждет завершение процессов и обязательно через несколько дней мы с вами встретимся и до того как показать вам скандинавскую шапку моего исполнения вам расскажу справилась ли я с этой поставленной задачей на первый взгляд не видеть не видится ничего что-то особо сложного единственное что меня может остановить это элементарно лень что мне будет хотеться схватиться за что-то новое они заканчивают старая потому что но тоже почти готовы какие проблемы но вот специально выпускают видео что мне надо завершить вот этих три процесса это все реально надо просто взять и сделать я еще раз прошу прощения что пока не сегодня сегодня не могу вернее вложить полноценное видео по вязание то есть новая работа или с каким-то интересным рассказом ну просто мне надо еще недельку выждать и когда уже будет когда уже будут будет день показа фотографий это будет следующее воскресенье в этот же день я вам покажу и видео про свою работу расскажу очень мне интересно было работать над проектом давайте пока покажу вам два цвета которые участвуют в моей работе это не все цвета я вам не показывают доминантный цвет который будет основным фоном но вот эти два цвета тоже очень красивые и это вот такая вот альпака от биби биби этикеточка не выглядит как этикетка биби но это сто процентов любишь на я пряжа вот с таким составом не смотря несмотря на на наличие 40 процентов акрила и видимо акрил акрил розни это шикарно совершенно пряжа у меня уже была из нее вот такая вот шапочка то вообще был комплектик шапка и снуд я его вязала для поездки в прагу два года назад шапка и шарф выглядит ну снуд выглядит просто как новое они не скатались не свалялись я их носили хостеп гриву видите форма достаточно хорошая и и стирала я но не в машинке правда потому что все таки тут альпака но при этом нить не потеряла форму не сдулась не смялась она очень мягкая теплая хорошая в общем я довольна и поэтому я решила остановиться на вот этой пряжи хотя в итоге у меня получилось совершенно не то что я хотелось сначала ну ничего страшного и я сначала хотела взять готовый дизайн и чтобы не тратить время и связать по нему но у меня не получилось и в итоге я открыла эту книжку она стала мне вдохновением огромным источником информации очень много тут интересного всего написано про историю это исключительно поводу техники фэйр айл один из видов из же один из видов жаккардового скандинавского вязания фэйр айл это такой остров часть группа вот смотрите группа шетландских островов она находится между великобританией и вот этим скандинавским материком ну не знаю не материком а скандинавской части европы вот они маленький такой кусочек и самый крупный по моему остров это как раз вот остров фэйр айл и очень интересно здесь рассказано у меня был вопрос инстаграм спрашивали буду ли я делать мастер-классы девочки я не знаю насчет мастер-классов потому что я не владею до сих пор техникой в том объеме чтобы ее демонстрировать и кого-то учить у меня все это получается коряло для на самом деле вязание жаккард для меня ну приличное пока мучение я не освоила до такой степени чтобы она стала жаккард стал для меня таким же удовольствием как и все остальное вязание то есть это пока для меня такой достаточно тяжелый труд я элементарно руки не владеют вот этим всем это все очень интересно но как минимум я обещаю что я вместе с шапочкой может быть следующем видео чтобы не нагружать сделаю небольшой экскурс в историю фэйр айл расскажу что я что мне удалось узнать почитать что интересного какие интересные факты про узоры ну в общем немножко расскажу вам из того что я знаю и конечно же я шапку я не сказала что шапку сделала по собственному дизайну я придумала сама схемку небольшой она простенькая и я ее выложу в общий доступ и каждый кто захочет сможет ее связать и ну если вот у меня получится по времени во вполне возможно что будет небольшой такое не совместник но что-то как что-то какое-то видео которое поможет тем кто хочет начать такие же карты вязать но никак не может шапочка будет очень простая элементарная и знаете мне надо даже немного стыдно показывать свои работы потому что ничего в них сложного нет и еще раз я скажу что я люблю повторять что вязать это легко только надо знать как вязать и я стараюсь стараюсь делать все что могу чтобы как можно больше давать информации показывать что-то вот ну все что в моих силах в том числе и при наличии ограниченного количества временных каких-то ресурсов в общем ребята если я смогу я сделаю я уже боюсь обещать но кое-что у меня же все равно есть поэтому я уж не совсем такой обещалкин и будем надеяться что у меня все получится спасибо вам за внимание такое какое-то у меня сегодня видео кажется что можно было бы его не делать но это важно для меня завершать работы и этому тоже надо уделять внимание поскольку сейчас жизни моей много процессов и от и до завершать один начинать один завершать его и начинает следующий я сейчас просто не пользуюсь таким способом я вам уже говорила для чего для того чтобы поинтереснее было на моем канале да плюс еще марафон в общем жизнь заставляет быть многофункционально и многозадачные надо с этим уметь работать поэтому эта неделя у меня на завершение проектов пожелайте мне силы воли и твердости намерений потому что неделя тоже будет непростая рабочем плане у меня будет мероприятие такое серьезное достаточно на три дня среда четверг пятница я буду даже вне офиса и наверняка это будет немножко утомительно но я все равно думаю что я смогу вот то что я вам показала небольшой фронт работы небольшой но очень важный я смогу как-то завершить ладно все давайте прогоняйте меня спасибо вам за внимание до скорых встреч и пока